ЗВОНОК В ДВЕРЬ Доброе утро всем тем, кто в эту среду, 21 мая уже проснулся. Вы настоящие герои. Я думаю, что у вас есть суперспособности. Развивайте их на протяжении всего сегодняшнего дня. А мы вам будем только помогать. Мы, Этли Манмамедова. И Сергей Гришнов. Давайте, давайте, просыпайтесь. Если у вас закрыты глаза, я все вижу. Открываем. И смотрим внимательно за нами. Сегодня будет интересно. Смотрите в первом часе утреннего шоу «Автопилот». У Львов хороший день для самообразования, а тельцы могут смело отправляться на любые дебаты. Что ждет ваш знак зодиака сегодня? Какой полезный арт-объект появился в Энгельсе? И что случилось с саратовской панорамой? Ну и наша программа начинается, как обычно, с неловких ситуаций, с необычных заданий. И если вы вдруг нашли одно несоответствие с календарем, пришлите нам смс-ку, и я вам что-нибудь подарю обязательно. Ну а прямо сейчас мы узнаем последние новости нашего города. И я думаю, не только. Анна Антонова уже с нами. Здравствуй, Анна. Доброе утро, коллеги. Что будет в этом выпуске? Расскажу. Саратовский музей МЧС неоднократно менял свое название. Например, сначала он открылся как пожарно-техническая выставка, потом стал центром противопожарной пропаганды, но независимо от названия, уже в течение 40 лет он рассказывает о героических профессиях. Мы побывали на празднике в честь этого юбилея, и прямо сейчас расскажем об этом подробнее. Я думаю, Сергей тоже побывал, и ему было там очень интересно. Давайте посмотрим. Воспитанники одного из дошкольных учреждений Саратова оказались на больничной койке с подозрением на менингит. Как сообщили медики, у троих детей диагноз уже подтвержден. Детский сад, который посещали заболевшие, сейчас закрыт на профилактику. Насколько оказалась запущена ситуация с очагом заболевания, выяснял Станислав Жижин. Четырехлетняя Рита под наблюдением врачей. Даже идет на поправку. Появился аппетит и желание покинуть палату. Но с диагнозом менингит на больничной койке ей придется пролежать еще как минимум две недели. На скорое улучшение самочувствия мама Риты Татьяны еще несколько дней назад не надеялась. Начала болеть голова, рвота не было. Высокая температура не сбивалась. И я, конечно, слышала про менингит, про страшные заболевания, я заподозрила. Вечером в пятницу приехали сюда, началась рвота, начались уже какое-то предсудорожное такое состояние. И вот здесь, спасибо врачам, квалифицированным быстро очень предположили менингит, сделали пункцию, к сожалению, подтвердилось все. Ребенку в первые сутки было все хуже, хуже. За три дня, по словам врачей, на соседних койках в палате с таким же диагнозом и из того же садика оказались сразу несколько детей. Симптомы у всех одинаковые. Головные боли, рвота, острая реакция на яркий свет. Начиная с 16 июня, где-то приблизительно с 6 вечера, к нам обратилось из одного дошкольного учреждения 5 человек. Трое из них госпитализированы с диагнозом менингит, двое с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. На данный момент состояние всех детей стабильное, проведены все необходимые диагностические исследования и проводится лечение согласно стандартным оказаниям медицинской помощи детям. Первый случай менингита среди воспитанников, по словам родителей и медиков, произошел 15 июня. Однако и в пятницу, и затем в понедельник двери садика открылись, как ни в чем не бывало, говорят родители. Карантин администрация учреждения не объявляла. На другой день, мы же друг другу созвонимся, родители. На другой день, как выяснилось, садик принимает детишек. Заведующий говорит, вы не волнуйтесь, летняя инфекция, которая сопровождается с тошнотой. Типа ничего страшного. Действия руководства дошкольного учреждения, говорят в комитете образования, регламентированы. Должна основной инструкции закрыть садик на карантин заведующая самостоятельно не имеет права. Решение о закрытии образовательного учреждения на карантин не принимает администрация образовательного учреждения. Оно может быть только по предписанию Роспотребнадзора. Все наши внеочередные каникулы, все наши профилактические мероприятия, они всегда в тесном взаимодействии со здравоохранением. То есть это предписание обязательно Роспотребнадзора. Выносить подобное предписание, по словам представителей надзорного ведомства, преждевременно до сих пор неясна и теология, то есть происхождение и природа заболевания. Но профилактика в садике уже проведена. В первую очередь это проведен осмотр всех детей контактных, как на дому, в детском учреждении и сотрудников данного учреждения. В медицинской службе организовано медицинское наблюдение в течение 20 дней за всеми контактными с ежедневным осмотром. Кроме того, проведен отбор проб внешней среды, которые в настоящее время находятся в работе. И проведена заключительная дезинфекция силами организации дезинфекционного профиля. Не на карантин, но для профилактики детский сад закрыли, но всего на один день. Уже завтра двери дошкольного учреждения вновь откроются для маленьких посетителей, при том, что лабораторные анализы еще не готовы. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Результаты лабораторных исследований и анализов, которые взяли сотрудники Роспотребнадзора в дошкольном учреждении, у воспитанников и сотрудников, станут известны уже в ближайшие дни. Исходя из данной экспертизы, можно будет говорить о природе опасного заболевания и мерах профилактики в городских учреждениях. Мы будем следить за развитием событий. Присыпали песком, а он исчезает в Волге. Речь идет о месте провала на новой набережной, куда две недели назад сначала угодил пожарный автомобиль, а затем и приехавший его вытаскивать автокран. Яму тогда засыпали песком, однако по информации наших коллег с сайта «Взгляд.Инфо» на поверхности уже начали появляться углубления. Песок из-под бетонного основания вымыло до самой плиты, которая тогда и не выдержала веса пожарной машины. Как отмечает издание, никаких работ по ремонту тротуара не наблюдается. Видимо, засыпкой ямы песком восстановительные работы и закончились. О проблемах новые, но уже давно ставшие старые набережные мы неоднократно говорили в эфире нашего телеканала. Первые критические материалы в 2014 году, буквально через несколько месяцев после сдачи участка. Если жители города негодовали, то чиновники комментировали отнюдь не смешную проблему афоризмами сомнительного достоинства. Экс-глава комитета капитального строительства Николай Якубович и вовсе позволял себе являться на встрече с журналистами под шофе. Вслед за ним уже нынешний руководитель Олег Гейн комментирует ситуацию с провалом пожарной машины в яму на набережной с улыбкой. Обвиняем во всем какой-то неведомый ручей. Причина, как мы предполагаем, что шло подтопление с материковой зоны. Может быть талые воды, может быть там проходит недалеко коллектор канализационный. Это мы сейчас будем устанавливать. И то, что откос не закреплен, те же талые воды, ливневые воды. Вот из-за этого локально произошло вымывание песка. Ну и плюс вторая причина, что на нее в принципе заехал автомобиль. Очень тяжелая грузоподъемность. Это у нас пешеходная зона. Поэтому сейчас мы с этим разбираемся. За плачевное состояние прибрежной территории и некачественные работы перед законом так никто не ответил. Ни эксглава капитального строительства Николай Якубович, ни Сергей Канчер за предправительство, который курировал строительство. Многочисленные наглядные проявления некачественной работы проводили множественные комментарии в интернете. На одном из ресурсов даже возник проект «Дорогая набережная», который, судя по последним событиям, не потерял актуальности и теперь. Вопросы к безопасности общественного транспорта и качества пассажирских перевозок в Саратове существует масса проблем. Они вызывают многочисленные жалобы жителей. Об этом заявил Валерий Сараев на постоянно действующем совещании. По словам чиновника, горожан чаще всего возмущает хамское отношение водителя к пассажирам, а также недовлетворительное состояние микроавтобусов. После докладов о работе комиссии по безопасности дорожного движения, глава города дал свою оценку этой деятельности. По его мнению, в муниципальном учреждении транспортное управление работа выстроена плохо. Он поручил привести в этой организации проверку с участием общественников. Замечание вызвал и отчет начальника ГИБДД по Саратову Виктора Курушева, который рассказал об участившихся случаях падений пассажиров в салонах автобусов. По мнению главы города, водители, в машинах которых были подобные инциденты, нужно привлекать к ответственности. В числе прочего, не обошли стороной тему отсутствия горячего водоснабжения во многих домах Саратова. По данным городадминистрации, в городе остается 122 дома, в которых эта проблема пока существует. Энергообеспечивающие организации закончили основные работы по опрессовке магистралей трубопроводов и подали теплоносителям на квартирные дома. Однако на сегодняшний день фиксируются массовые жалобы граждан на то, что горячая вода, недостаточной температуры, часто отсутствует циркуляция воды в внутридомовых системах, происходит из-за небрежного отношения к своему обеду со стороны управляющих компаний. На заседании также наградили победителей конкурса детского рисунка «Раскрасть Саратов», который прошел одновременно на разных открытых площадках города в День России. В завершение совещания огласили результаты конкурса среди районов областного центра за май 2017 года. По итогам оценок их деятельности лучшим стал Волжский район, на втором месте Заводской, последнее место у Октябрьского района, главе администрации которого Валерий Сараев посоветовал перестраивать работу. Саратовскому музею МЧС-40. За это время несколько раз менялось его название, но не предназначение. Рассказывать о людях героической профессии, обучать население правилам безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Круглую дату у музея решили отметить уникальной экскурсии. В ней приняли участие те, кто стоял у истоков его создания. С места событий Полина Попенец. Во дворе первой пожарной части школьникам и студентам показали технику, с помощью которой ликвидируют различные ЧП, а также спасают людей. Ситуации зачастую непредсказуемые, поэтому пожарные спасатели продемонстрировали то, как в считанные минуты можно вытащить человека из горящего здания. Для этого используют спецснаряжение и куб жизни. Сегодня мы отправляем 40-летний юбилей нашего музея МЧС России. В 1977 году были заложены основы, но в этом помещении висели только плакаты о пожарной безопасности. Естественно, с годами музей развивался и большую экспозицию сделали в 2007 году. Музей расположен на четвертом этаже регионального управления МЧС. Здесь находится больше полутора тысяч экспонатов. Манекены демонстрируют боевое снаряжение и одежду пожарных разных лет. Но особый интерес у посетителей вызывают электрифицированные диорамы. Перед нами квартира, в которой, уходя, кто-то гладил и не выключил утюг и свет. И вот давайте посмотрим сейчас внимательно, что произойдет в квартире. Дома никого нет. Как правило, в такой ситуации происходит замыкание, гаснет свет. Утюг, казалось бы, отключился, но уже поздно пожар уже начался. Смотрите внимательно. Дым заполняет квартиру. Мы с вами почти ничего не видим. А сейчас дым рассеивается. Перед вами квартира после пожара. Вот такое она стала. В зале музея, которому исполняется 40 лет, прошла экскурсия с участием тех, кто стоял у истоков создания. Впервые пожарно-техническая выставка распахнула свои двери для посетителей 20 июня 1977 года. Уже позднее, в 1995 году, она приобрела статус Центра противопожарной пропаганды и общественных связей. В 2007 году, после серьезной реконструкции, экспозиция Центра была значительно расширена. Появились разделы обо всех основных подразделениях Чрезвычайного ведомства по всем направлениям работы. Центр стал называться Музей МЧС. Главные посетители музея – это школьники и студенты. В этих залах за 40 лет побывало больше 600 тысяч человек. И главное, что ребята могут не просто увидеть экспонаты, но еще и научиться спасать людей на деле. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. И к этому часу у меня все. Встретимся уже в начале следующего. Коллеги, передаю слово вам. Спасибо большое, Аня. С нетерпением будем ждать следующего выпуска новостей и свежих событий. Субтитры предоставил DimaTorzok Что ждет ваш знак зодиака сегодня? Какой полезный арт-объект появился в Энгельсе? И что случилось с саратовской панорамой? Доброе утро. Мы работаем для вас в прямом эфире. Сергей Гришнов, Леоман Мамедова. И прямо сейчас у нас будет очень интересно. Сергей, расскажи. Да, безусловно, все два часа в прямом эфире на телеканале Саратов-24. Мы не будем, давайте, вам скучать. Во-первых, вы можете стать частью нашего прямого эфира. Писать, звонить, оставлять сообщения на страничке ВКонтакте. Обязательные условия этим утром. Ну а во-вторых, друзья, чтобы начать этот день бодро, нужно не просто встать с постели, выпить на дощак стаканчик прохладной воды. Нужно еще и увидеть Данну Ригу. Чтобы почувствовать, что пляжный сезон, кажется, уже наступил, а вы еще... Нет, еще не наступили. Доброе утро, дорогие телезрители. Вы смотрите спортивную рубрику «Двигайся». С вами я, ее ведущая, Дана Рига. Отличная погода, повод выйти на улицу и зарядиться солнечными лучами и отличными физическими упражнениями. Сегодня я вам покажу очень динамичный комплекс. Мы будем прыгать и использовать боксерские элементы. Итак, первое упражнение – это прыжки джеки. Вы их делаете от 20 до 30 повторений. Руки поднимаем вверх и разводим стороны ноги одновременно. Обязательно дышим. Данное упражнение разогревает наши мышцы, подготавливает к дальнейшей тренировке. Закончили. Отдохнули полминуточки, минуту. Переходим к следующему упражнению, которое в боксе называется джеб. Мы прыгаем вперед и одновременно выбрасываем руку вперед. Как будто вы целитесь противнику в челюсть. Но это только как будто. Тоже делаем 20-30 прыжков. Прорабатываем мышцы ног и мышцы плеча. Закончили упражнение. Отдохнули. Переходим к упражнению, которое называется захлесты. Ставим руки назад, скрещиваем за спиной. И поднимаем ноги, касаясь пятками ладоней. Делаем также 20-30 прыжков. Закончили упражнение. И переходим опять к боксерскому элементу, который называется взрывная сила. Мы часто-часто отрываем ноги от пола, как бы подпрыгивая, добавляя сюда руки. Это упражнение лучше делать на время. То есть мы включаем счетчик, например, и делаем минуту. Чем интенсивнее вы будете его выполнять, тем эффективнее упражнение. Закончили. Отдохнули. Делаем круг или два. Ну, кто-то, если может, может сделать три. Это отличная жиржигающая тренировка. Я желаю вам красивого тела и хорошего настроения. До свидания. Это была рубрика «Двигайся». За ней неизменно отвечает Данна Рига. Надеемся, что она вас мотивирует каждое утро заняться, наконец-то, своим здоровьем. Заняться своим образом жизни и сделать так, чтобы каждый день приносил удовольствие вам и вашим окружающим. Я тоже прорекламирую. Я вчера шла из супермаркета и слышала, как два атлетичных молодых человека обсуждали Данну Ригу и ее систему питания. И по ним было видно, что они-то делают по утрам зарядку вместе с нами, поэтому начинайте тоже. Да, что нельзя сказать про меня. Я чаще говорю, чем занимаюсь. Но сейчас к новостям. Да, в Энгельсе установили куб благоустройства. Такой арт-объект появился на площади имени Ленина. Рядом со стеллой «Я люблю Энгельс». Целью его установки стал повышение эффективности обратной связи с жителями и учета их мнения в благоустройстве района. Все желающие могут оставить свои предложения, опустив сообщение в куб. Предложение также можно прислать и на электронную почту. Как обычно, простой адрес легко запомнить. Все ваши комментарии можете отправлять на эту электронную почту, ну, либо прямиком в куб отправляйте, и все будет отлично. Кстати, по поводу благоустройства, вот как вы считаете, да Энгельс тоже дошла урбанистика или пока нет? Или они вот сами пытаются сделать свои силы? Мне кажется, они на пути, они вот-вот уже настроены на это все. Берут пример с другого берега, пытаются сделать так, чтобы тоже все было благоустроено. Пишите нам ваше сообщение, хотели бы вы, чтобы урбанистика коснулась энгельских просторов, или пускай Энгельс останется нетронутым, обязательно все сообщения прочтем. Ну, а что в сегодняшний день нам, наверное, грядет, мы будем смотреть прямо сейчас гороскоп. Мужчина-рак, женщина-рыба. Две чувствительные и исключительно творческие натуры. Она с ним находит признание и достигает своих целей. Он с ней может преодолеть собственные ограничения в любых сферах. Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Белат. И пусть рядом с вами всегда будет человек, благодаря которому ваша вера в себя станет безгранична. Сегодня Солнце с Меркурием находится в знаке рака. А это значит, что любое проявление собственной индивидуальности и ментальная деятельность очень сильно зависит от вашего настроения. И мы склонны излишне эмоционально реагировать на происходящее. Овен. Старайтесь во всем дойти до самой сути и спокойно решать любые проблемы. Телец. Хороший день для сложных переговоров и участия в дебатах. Ваше красноречие поможет добиться успеха. Близнецы. Стремитесь больше служить и не высказывать свое мнение. Займите позицию наблюдателя. Рак. Стремление к абсолютному лидерству будет двигать вас к карьерному развитию. Лев. Ваше профессиональное образование будет хорошей инвестицией. Дева. Ваша личная жизнь потребует от вас расстановки приоритетов и прояснения деталей. Весы. Желание поменять все вокруг себя будет нарастать и создавать положительный фон для вашего настроения. Скорпион. День полный неожиданных поворотов и изменения в ваших планах. Примите это как данность. Стрелец. Вы легко разберетесь в сложных вопросах и быстро найдете нужные решения. Козерог. Высокая нагрузка на работе будет казаться вам чем-то непреодолимым. Хотя это совсем не так. Водолей. Советы близких могут быть неточными и конечные решения принимать придется вам. Рыбы. Установленные деловые контакты начнут давать свои плоды и радовать вас результатами. Если ваша неуверенность мешает вам строить карьеру или личные взаимоотношения, возможно, вы выбираете не те инструменты для реализации. Пишите свой вопрос на мою электронную почту и вместе мы постараемся разобраться в вашей проблеме. Спасибо большое, Мария Белат. Если вы пропустили свой гороскоп, то во втором части вы сможете снова его увидеть и наконец-то понять, все ли у вас хорошо в этот день. У меня, например, все нормально, у тебя. Да, с козерогами тоже все вполне себе в порядке. Но, знаете, пропустили, не пропустили. День начался и вы уже не вольны что-то изменить. Так что просто поддайтесь и наслаждайтесь. Поддайтесь, да. Да, например. Ну а сейчас еще одна новость, не такая интересная, как благоустройство Энгельса. Саратов попал в число самых небезопасных городов России. По сравнению с прошлым годом Саратов опустился еще на одну позицию, оказавшись на 95-м месте из 100 крупнейших городов. Самым безопасным городом местные жители уже второй год подряд назвали. Что? Грозный, конечно, Грозный. Респонденты из Грозного оценили свою защищенность на 87 баллов из 10, что существенно выше показателей других городов. Второе место занял Сочи, 7,5 баллов, который поднялся за год на две позиции и опередил Нижневартовск. Но не менее безопасным среди 100 крупнейших городов России, по мнению местных жителей, является город Шахты Ростовской области. Также в десятку опасных городов попали Пермь, естественно, оттуда реальные пацаны, Волгоград, Омск, Чита, Астрахань, Челябинск и Нижний Тагил и Балашиха. В рейтинг также попали Балаков и Энгельс, которые значительно опередили областной центр в рейтинге безопасных городов. Балаков потерял 12 позиций, оказался на 43-м месте. А Энгельс откатился на 14 позиций, на 62-е место. Что это вы себя чувствуете таким незащищенным? А где Брадицкий Петербург? Вот можно мне это знать? Я только хотел сказать, а где же вот эти легенды, истории из 90-х? На самом деле. Ноги в таз с бетоном и так далее. Питерские истории классические. Да-да-да, а тут Тагил какой-то. Тагил, шахты. Да, о чем вообще речь? Энгельс откатился. Ну, а мы должны как-то защищаться. Я вот газовый баллончик купил, когда прочитал эту новость серьезную. Ну, так, ну ладно, пущай, пущай. Теперь мы знаем, чем Лимон вчера вечером занималась. Она была в оружейном магазине. Да, чтобы все было в безопасности. Мы тоже будем стоять на страже безопасности нашего эфира и всех наших коллег. Ну, а если что, то на скейтборде от всех уедем. Да, почему мы уедем на скейтборде? Потому что сегодня во всем мире отмечается день скейтбординга. Праздник скейтбординга придумали на западном побережье США в 2004 году. Ну, прям вот недавно. Ну, совершенно свежий праздник. Впервые в России праздник был отмечен в 2006 году в ряде городов нашей страны. И сегодня мы поговорим об этом движении, об этом направлении, наверное, об этой субкультуре вместе со скейтбордистом Владиславом Аряновым. Он придет к нам в студию, расскажет о том, как живет комьюнити скейтбордистов в нашем городе, где можно покататься, ну и обо всех остальных вот этих фишечках и примочках скейтбордистов, которыми, ну, они, естественно, обладают. Эти вот футболки, wear skaters. Мне вот очень интересно, как это можно сравнивать с сноубордом, потому что очень многие сноубордисты потом в итоге встают на скейтборд. Ну, для того, чтобы летом не забывать движение на доске. Да, да, да. Ну, и, естественно, поговорим об этом в свете, в общем, спорта. Является ли это спортом или все-таки каким-то развлечением? И для этого мы устроили вопрос ВКонтакте, как всегда, для наших зрителей. Какой у нас вопрос? Да, мы, как обычно, собираем каждое утро ваше мнение и ваши комментарии. Сегодня, до конца этого дня, вы можете присоединиться к нашему голосованию, стать частью нашего эфира, хотя бы просто оставив голов... голос... голов... голов... Мы хотим узнать от вас, скейтборд имеет ли право быть в Олимпийских играх или нет? Как вы считаете, достоин ли он? И есть несколько вариантов ответов, и даже есть уже один комментарий в самом начале нашего эфира. Так, например, есть мнение, что, конечно, давно пора было включить в программу. Правда, за него проголосовали только 5% наших телезрителей. 40% сказали, что скейтборд очень популярен. Интересно будет посмотреть соревнования на таком высоком уровне. Действительно, очень интересно. 35% сказали, не надо, не включайте, это слишком молодежная Олимпиада для зрителей всех возрастов. Ну и 20% сказали, очень зрительный вид спорта, но все жарновато на Олимпиаду. Что, пора еще немножко подрасти? В доске вырасти, стать лонгбордом, потом серфом с колесами? И вообще, все любители этой культуры станут старенькими, уже забудут про это. Ну и все равно не попаду на Олимпийские игры, что уж и перестанут учить своих учеников этому виду спорта. Поэтому давайте уж лучше, я за. Я тоже за. Я буду веселым старичком на скейтборде на Олимпиаде. Олимпиаде. Анна Лабе написала, в нашей стране все, что связано с Олимпиадой, переживает государство. А, поддерживает государство. Может, теперь нам построят хороший парк для олимпийского скейтбординга. Ну и вообще, я поддерживаю любой вид спорта. Конечно. Это хорошее настроение. Да. Мы вас тоже поддерживаем. Далее будет опрос в тему сегодняшнего эфира. Узнаем у горожан, как они относятся к скейтборду или не относятся к нему. Очень интересно. Совершенно никаким образом. Почему бы и нет, не вижу никаких туризон тусей. Но это здорово, весело, модно, молодежно. Хруст досок оглашает улицы большинства городов нашей страны. Красиво, интересно. Я бы стал смотреть на Олимпиаде этот вид спорта. Ну, я думаю, что, скорее всего, нет. Потому что все-таки это Олимпиада. Это больше похоже на что-то такое. Ну, несерьезное. Ну, по крайней мере, для меня. Ну, там много соревновательных моментов. Соревнования по скейтбордингу проходят в Америке. X Games. Это зрелищно. Почему нет? Ну, сейчас молодежь вообще как бы стремится к таким видам спорта. Поэтому я считаю, что, наверное, возможно. По-моему, это здорово. Как раз сейчас только развивается. Народ очень это дело уважает, особенно молодежь. Если в современный спорт попал керлинг, то почему бы скейтбординг-то там не быть? Смотрите далее в утреннем шоу «Автопилот». Как научиться кататься на скейтборде? Какая погода ожидает саратовцев сегодня? И сколько времени потребовалось, чтобы построить огромную плавучую рампу? Это утро. Вы начинаете вместе с телеканалом «Саратов-24». В эфире утреннее шоу «Автопилот». И его сегодня возглавляем мы. Ляман Мамедова. Сергей Гришнов. Мы возглавляем эту кампанию. По пробуждению наших дорогих телезрителей. Ну, и мы напоминаем о том, что мы в прямом эфире. У нас проходит опрос про скейтбординг. Потому что сегодня его день. Его день. И считаете ли вы, что скейтбординг – это олимпийский вид спорта? Пишите нам обязательно на страничке ВКонтакте. Голосуйте за те варианты, которые вам подходят более всего. К этой минуте ситуация серьезно не изменилась. По-прежнему 40%. То есть большинство считает, что скейтбординг очень популярен. И интересно будет посмотреть на соревнования такого уровня. Я, знаешь, о чем подумал сейчас в нашу рекламную паузу? Мы же тут обычно сидим и думаем о чем-то в это время. Что классно будет выглядеть форма скейтбордистов. Они же будут по-любому в рваных джинсах. Они будут в коротких футболках. У них будут конверсы. Причем у кого круче те... А может быть они будут просто в костюмах Марвел? Почему бы и нет? О май гадабл, точно. Сейчас выступает Человек-паук! Пауки-пауки пошли. Я думаю, что это будет прям очень-очень хорошо. Ну а сейчас... Для спонсоров. А сейчас мы подкинем вам несколько событий, мимо которых пройти не можем ни мы. Ну и естественно, вы тоже не сможете пройти мимо них. И прямо сейчас, не сейчас, а с 28 по 30 июля пройдет Сарабская область. И на реке Медведица под Петровском состоится юбилейный музыкальный фестиваль. Время колокольчиков. И несмотря на такое название, все очень даже серьезно. Входный фестиваль абсолютно свободный. Ну а время колокольчиков это фестиваль, на котором молодые исполнители могут разделить площадку со своими уже ставшими известными коллегами по цеху. Фестиваль семейного отдыха на природе с рекой и чистым воздухом. В дополнение... Только не купайтесь, Медведица холодная, говорят. Очень холодная. Ну там уж как пойдет. Ну сейчас, в принципе, все холодное. Солнце второй день всего за этот год. В дополнение к музыкальному марафону вас ждет волейбольная площадка, различные развлекательные семейные мероприятия, мастер-классы, ярмарка, хендмейна. Это отличная возможность отдохнуть от городской суеты, пожить на природе, проникнуться в фестивальным духом. Я уже прям проникнулась. Это же здорово. Природа, чистый пост. Костерок. Костерок. Палатки, возможно, даже. Ой, не только не палатка. Что угодно только. Нет, не любишь? Нет. А давай вторую новость. Вот она как раз палаток не предполагает. Ни в коем случае. 16 июля в 16 часов состоится очередная встреча Саратовского книжного клуба «Множественные умы». Клуб существует с февраля 2013 и собирается ежемесячно. Выбирается книга, которую нужно прочитать в течение месяца. Затем на встрече все встречаются и рассказывают свои впечатления от прочитанного. Также на каждой встрече проходят различные литературные игры и дарятся книжные подарки победителям, да и в принципе и участникам. 16 июля все желающие приглашаются на обсуждение двух книг. Ой, у вас большая задача, чем за месяц, прочитать два произведения. Какие именно? Александр Солженицын, роковой корпус. И Чайка Джон Ливингстон, Ричарда Баха. Я, кстати, могу уже эти вторую я читал. Я первую. А, вот, в вашем... Начинайте читать прямо сейчас уже тогда. Представляйте автопилот на этом самом клубе. А между прочим, именно так и делают все студенты на филфаке. Потому что когда мы учились, мы собираемся перед экзаменом. И друг другу пересказывали все книжки и шли на экзамен. Это действительно очень легко. Ну, а маркетологи просто воровали друг от друга идеи продвижения брендов. Ничего больше. Мероприятие пройдет в парке Победа. Около входа в национальную деревню. Вход абсолютно свободный. Пользуйтесь этим обязательно. Мы напомним, 16 июля в 16 часов. Помните себе. И что здорово, здесь не популяризируют продажу книг. Еще что-то. Нашел в интернете книгу, прочел. Потому что и Солженицын и Ричард Бах вполне себе доступны в открытом доступе. И вполне себе достойны, чтобы их прочитать. Это верно. Ну, а прямо сейчас наша рубрика «Зоу спас». Посмотрите, пожалуйста, на экраны ищет дом собака Линда. Ну, а, собственно, да, куда им еще смотреть? Ей 7 лет. Это очень спокойная и интеллигентная собака. Совсем не умеет гавкать. Здорово, очень любит ласку, не имеет вредных привычек. Линда очень ждет своего хозяина и будет верным другом, как для детей, так и для взрослых, пристраиваться в дом. Можно подбор, но только с теплой будкой, пожалуйста. Это райдер. Единственное условие райдера Линды, чтобы была теплая будка. 60 20 44, телефон волонтерского движения «Зоу спас» в Саратове. И примерно звоните, если этот песик вам приглянулся, и вы давно искали себе компаньона. Помните, что суперохранником стать у нее не получится. Это, скорее, собака для души. Она же интеллигентная. И лаять она толком не умеет. Ну, можете сходить с ней на какой-нибудь концерт. Например, на вот эти вот колокольчики она послушает и обсудит. Время колокольчиков вполне возможно. И тем более не составит никому дискомфорта. Подвыбать песням она тоже не будет. Но если она не гавкает, она смиренно будет слушать весь концерт, а потом с вами на кухне за чашечкой чая обсудит все нюансы и все моменты. Прекрасно. Идиллия. Ну, а сейчас, кстати, вот мы до этого просили вас посмотреть на экран, а сейчас посмотрите в окно. Гляньте, солнце, птички поют, распахните шторы, раскройте ваши ставни, если они у вас есть, и вдохните свежий утренний саратовский воздух. И помните, что этот день нужно прожить очень весело, чтобы вечером, как раз с 5 до 6, на волнах Радио Энерджи передать привет всем своим друзьям и близким, рассказать о том, как здорово прошел этот день. Ну, и саратовский интерактив — это универсальный способ борьбы с плохим настроением. Целый час вашей любимой музыки, розыгрыши, классные. Отходите от окна, идемте уже к телевизору. Общение в прямом эфире, но и куча подарков. На этой неделе, между прочим, для вас готовы абонементы в современный фитнес-клуб, а также билеты в кинотеатр на самые горячие киноновинки этого лета. Чтобы передать поздравления, важное послание, привет своим друзьям и близким, заходите в группу Радио Энерджи Саратов ВКонтакте. Также вы найдете там анонсы всех розыгрышей и плейлистов, и под любое настроение. А на страничке Радио Энерджи Саратов в Инстаграме ежедневно вас ждут гороскоп, самые актуальные новости и просто классные картинки. Настраивайте приемки на частоту 87,9 FM сегодня в 5 вечера. Закрывайте окна, идете к телевизору, присаживайтесь. Мы продолжаем нашу программу рубрикой «Полезный совет». Сегодня узнаем, как выбрать, наверное, один из самых популярных кисломолочных продуктов. Кисломолочный же это продукт? Слава Богу, не ошибся. Про творог пойдет речь. Творог – один из лучших источников белка и кальция для человеческого организма. Его любят как взрослые, так и дети. Он помогает сбросить лишний вес и даже укрепить кости. Но как же выбрать по-настоящему полезный творог? Сейчас мы вам расскажем. Хороший творог обладает рядом качеств, из которых главными являются все. Если хотя бы один из критериев не соблюден, творог качественным назвать нельзя. Смотрите сами. Правильный творог получается только из натурального, настоящего молока. У хорошего творога теплый белокремовый цвет, не отдающий зеленью или синевой. Запах приятный, без кислинки. Хороший творог однороден, не расслаивается, обладает нежно-маслянистой консистенцией. Не жидкой, но и не слишком сухой. Если творог покупается на рынке, то гарантировать качество такого продукта нельзя. Хотя бы мы предложим его попробовать, но гарантировать чистоту рук, а также оборудование, на котором был приготовлен данный творог, невозможно. Хорошо, если вам повезет, и вы найдете своего продавца качество и безопасность продукта, которого можно гарантировать. Но метод группы ошибок связан с большими рисками. Немаловажно и то, что творог на рынке стоит гораздо дороже, чем в магазине. Лучше, если творог упакован в пластиковый вакуумный контейнер, а не просто завернут насквозь промокшую бумажную обертку. На упаковке должно быть четко указано, что в ней именно творог, а не творожный продукт. Также обязательно указание на процент жирности творога. Обычно он находится в диапазоне от 0 до 23%. Поклонницы здорового питания должны помнить, что кальций без жира не усваивается. Поэтому, если вы заботитесь о своем будущем, покупайте 9% творог или 5% творог и предупотребляйте его со сметаной. Само собой, на упаковке творога обязательно должна содержаться информация об изготовителе, все необходимые даты, условия хранения продукта, а также подробные сведения о его пищевой ценности. И помните, натуральный продукт имеет срок хранения не более 11 суток. Все остальное – химия. В домашних условиях качество творога проверить легко. Для выявления скрытого крахмала необходимо капнуть йодом на продукт. Если окраска изменилась на фиолетовую, то поздравляем, вы приобрели некачественный творог. Если йод остался в продукте такого же цвета, то крахмала в нашем твороге нет. Чтобы выбрать качественный творог, нужно придерживаться следующих правил. Творог лучше покупать в магазинах и супермаркетах. На рынке вы рискуете приобрести некачественный товар с сомнительной расфасовкой и упаковкой, а также переплатите за него. Обратите внимание на упаковку и срок годности товара. Натуральный творог имеет срок хранения не более 11 суток. Избегайте продукт с нулевой жирностью. Лучше всего приобретать творог 9% жирности и больше. Летняя смена началась. Летим на отдых с саратовскими авиалиниями. Прямые авиарейсы из Саратова в Сочи, Анапу, Сиферополь и Геленджик. Купить авиабилет вы можете на сайте авиакомпании www.saratovairlands.ru Ну и мы рады приветствовать всех тех, кто к нам только что присоединился. Вы смотрите утреннее шоу Автопилот. Здесь Леван Мамедова. И Сергей Гришнов. Доброе утро. Мы работаем для вас в прямом эфире. Спасибо, что вы с нами. Ну а прямо сейчас мы переходим к нашей инстаграм-подборке. Давайте посмотрим в честь сегодняшнего праздника. Да, сегодня скейт-саратов, скейтбординг в нашем городе. Сегодня все, что связано с духом свободы, бунтарства и доски с четырьмя колесиками. Вот все. Это будет наша инстаграм-подборка. Как вы видите, любви все возрасты покорны. И даже новички могут тут же стать большими поклонниками этого самого движения. Ой, что-то он неприличный нам показывает. Это наш гость. Это наш гость. Это наш гость. Да. Влад Арианов. Мы тебя ждем. Владик, почему ты нам это показываешь? Друзья, на самом деле, если вы хотите стать частью скейт-движения, помните, что место притяжения любого скейтера там, где много стен, много перил, много ступенек. Около театра юного зрителя иногда можно их встретить. Они пытаются уехать от играющего фонтана. На набережной тоже немало скейтеров. Ну и самое главное попасть в нужную компанию. Потому что рядом с профессионалами ты тоже очень быстро научишься владеть. Ну а почему, собственно, мы сегодня об этом говорим? Потому что сегодня день скейтбординга во всем мире отмечают. В США в 2004 году он взял свое начало. И сегодня уже в Саратове мы продолжаем его отмечать. Совсем скоро придет гость. И очень интересный. И очень яркий. Кстати, в Саратове, ну и в России, в принципе, это уже вот десятилетний вех. Потому что с 2006 года скейтбординг стал доступен и жителем нашей страны. И стал сразу же горячо любимым видом досуга. Проведение этого самого досуга. Ну а сейчас мы чуть-чуть снизим градус нашей активности и сделаем коробку из шпагата. Доброе утро, друзья! С вами снова Маша Брянская, мой друг Егор. Мы говорим вам привет и готовы снова творить, казалось бы, из ненужных предметов очень полезные вещи. И сегодня мы вместе с Егором будем делать вот такую вот коробочку. Я думаю, что она очень гармонично дополнит ваш декор в вашей квартире. Что нам для этого понадобится? Атласная лента или это может быть кусочек материала, который вам, ну, казалось бы, уже не нужен. Шпагат. Или вот такая нить, которая, наверное, есть у вашего папы. Позаимствуйте, она нам понадобится. Также кружево для декора. Это может быть абсолютно все. У нас также будут цветочки, ножницы, ненужная коробка. Она может быть абсолютно любых размеров. И клей. Что нам понадобится для начала? Это коробка, клей и нить. Давай-ка клей. И нужно вот здесь вот промазать начало. Мы прикладываем нашу нить к той части, которую мы проклеили. И вот так нет-нет-нет, мы ведем по кругу. Ножницы нам здесь не нужны. Мы уже однажды сделали таким образом бутылочки для декора нашей квартиры. Я сейчас сделаю основу и попрошу тебя потом еще все это доделать. Ну что, готов? Угу. Давай, наматывай. Держи нитку. Натягивай. Егор, ты мне много разных игрушек? Да. Представляешь, можно сделать вот таким образом огромную коробку, в которую можно сложить все игрушки. Будет у тебя самая стильная коробка, которую ты сделал своими руками для своих собственных игрушек. Или, допустим, все машины загнать именно в такую коробку. У нас же коробка может быть вот так. Это может быть гаражом. Так у меня побольше машины. Ну так ты возьмем побольше коробку. Угу. Значит, мы подходим уже к завершению. Давай клей. Клей. И мы с тобой будем украшать нашу коробочку. Я предлагаю украсить ее кружевом. Украсить им нам необходим клей. Клей. Так, теперь мы берем край нашего кружева и вот так по периметру его приклеим. Отлично. Ну вот и все. Я думаю, что мы не будем декорировать дальше нашу коробочку. Задекорируйте вы и покажите, что же у вас получилось. Мы с удовольствием посмотрим. Ну и, конечно же, встречаемся в следующей программе. До новых встреч, друзья. Пока. Утреннее шоу Автопилот полезно во всех смыслах. И настроение хорошее. И руки знаете, куда пристроить. Мы продолжаем. И прямо сейчас городская зарисовка панорамы Саратова, к сожалению, испорчена. Посмотрите сами. Вот как вот так вот? Что же такое? На самом деле, нужно сказать, что вот были же разговоры о том, что ее нужно отреставрировать. Вроде как даже проходила реставрация этой самой панорамы. Любим мы настолько наш город, что готовы прийти, домики забрать с собой, понимаешь? Еще что-то сделать. Хотят туристы унести часть города, в которые влюбились. Тоже секунду. Нет, ну вот вы приходите домой и ломайте игрушки детей, сколько вам лезет. Уносите с собой автомобили, дома, я не знаю, что там еще. С соседей. Вот я в детстве куколам, например, волосы отрезала. Ах уж это зависть. Вообще, наверное, это кто-то приехал, знаешь, может быть, из какой-то деревни такой и позавидовал Саратову. Может быть, но в любом случае, друзья, панорама немного подпорчена. Мы надеемся, что... Мы будем дать, что все исправится. Что все исправится и просто будем просить вас уже быть более сознательными пешеходами на улицах нашего города. Во-первых, не бросайте нигде мусор. Относитесь ко всему бережно и уважительно. В конце концов, это ваше лицо. Ничего-то не мое, не твое. Это ваше. Я люблю Саратов. Полюби его и ты. Правильно, Сергей? Полюби его такой, какая есть. Далее садовая азбука. Поговорим про газон. Вы наверняка сейчас добрую половину этого лета проведете на своих дачах, при усадебных участках. Так вот, знаете, как сделать так, чтобы он выглядел идеально. Доброе утро. С вами рубрика «Садовая азбука» и я ее ведущий Илья Колесниченко. Сегодня я расскажу, как подготовить участок к укладке рулонного газона. Применение рулонных газонов для озеленения территории – это новейшая технология создания зеленых зон. В ее основе лежит укладка специально выращенной, срезанной и скатанной в рулоны дернины на заранее подготовленную для этого почву. Перед тем, как приступить к благоустройству нашего участка, необходимо определить, какие растения нам будут мешать. В данном случае это три лиственных растения, которые мы удалим с помощью обычной садовой пилы. Прежде чем спиливать нежелательные деревья, необходимо учесть некоторые факторы. Например, от возраста растений зависит то, какой метод вырубки лучше выбрать. Более старое дерево проще подпилить и свалить. Молодое дерево более гибкое и крепко сидит в земле, поэтому его лучше удалить путем последовательной распилки. Также стоит учитывать габариты, ведь массивному разветвленному дереву нужна большая площадь для падения. После того, как мы спилили ненужные деревья, приступаем к удалению сорняковых растений, бытового и строительного мусора. Для борьбы с нежелательными растениями существует два способа – механический и химический. Последний используется реже, поскольку предполагает обработка участка агрессивными веществами, которые могут быть опасны для огородных культур. Для механического способа борьбы подойдет обычная садовая мотыга или грабли. Этот способ помогает нарушить земельный пласт и не дает росткам сорняков укорениться. После того, как мы удалили сорняковые растения, приступаем к пламировке нашего участка, то есть его выравниванию, взяв за основу уровень бордюра. После выравнивания поверхности почвы на участке не должно остаться ям и холмов. Для того, чтобы провести предварительную подготовку грунта для формирования газона необходимо очистить участок от сорняков, старой травы, камней и строительного мусора. Работы лучше провести заранее для того, чтобы почва осела. Провести нивелирование. Участок должен иметь небольшой уклон для поверхностного стока вод и дренажа. Равномерно насыпать на поверхность участка плодородный слой грунта. Выровнять поверхность граблями. После того, как мы выровняли поверхность нашего участка, приступаем к высадке растений. В нашем случае это две туи и одна многолетняя ель. И помните, хвойные растения нужно высаживать на тех участках, где в течение дня не будет прямых солнечных лучей. Хвойные растения прекрасно приживаются на разных почвах – торфянистый, супещанный, глинистый, болотистый. Сажать туи или ель нужно с большим комом земли из контейнера или из предыдущего места роста. Яму желательно подсыпать хвойной землей. Помните, расстояние между хвойными растениями должно быть не менее одного метра. Для полива хвойных растений такого размера необходимо не менее двух литров воды. Высаживая на дачном участке хвойные растения, помните, хвойные растения любят тень. Следите, чтобы в течение дня на растения не попадали прямые солнечные лучи. Сажать хвойные растения следует в дерновый грунт с добавлением песка и торфа. Соблюдайте дистанцию. Расстояние между хвойными растениями должно быть не менее одного метра. Посаженные растения за неделю должно получить 10 литров воды, а в засуху – 15-20 литров. Ну вот, наш участок преобразился. Мы выровняли поверхность почвы, высадили необходимые растения и дело осталось за малым – уложить рулонный газон. Утреннее шоу «Автопилот» отчитывает последние минуты этого часа и готов подвести некоторые промежуточные итоги. Да. Например, ВКонтакте. У нас опрос проходит – достойно ли скейтбординг быть частью Олимпийских игр. Как считаете вы? Пока что немножко удручающе звучит, что вроде бы нет. Ну, вроде как. Судя по голосованию, 40% говорят о том, что скейтбординг нужно еще подрасти, нужно еще подольше позаниматься, потренироваться, чтобы у нас были по-настоящему сильные атлеты и сильные спортсмены, которые смогут достойно показывать нашу страну. Ну, а если вы считаете иначе, то голосуйте, может быть, именно ваш голос будет… Решающий? Да, решающий. Потому что я бы очень хотела посмотреть на скейтбордистов по телевизору в Токио в 2020 году. 2020. Допустим, да. Подсказывает нам. Ну, а мы, друзья, ждем, в следующем части в этой студии окажется Влад Арянов, скейтбордист, человек, который как раз-таки знает все об этом спортивном движении. С ним-то мы как раз и выясним, достойно ли это движение стать олимпийским видом спорта и что еще необходимо сделать для того, чтобы наши скейтбордисты выступали на высоком уровне вместе, например, с американскими или европейскими спортсменами. Ну, чтобы, знаете, вот не было такого, что мы в соревнованиях по серфингу участвуем, а морюшка с большими волнами у нас нет. Это да. Или океанчика тоже как-то нам не удалось зацепить. Ну, все обязательно выясним, расскажем. Ну, а прямо сейчас мы посмотрим, какие события удостоились нашего утреннего эфира, а именно утренних новостей вместе с Анной Антоновой. Анна, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Розовый фламинго снова спешит на помощь. Именно поэтому ты сегодня в розовом пиджаке? Возможно. Все фотосессии в проблемных точках города продолжаются. На каких улицах побывала на этот раз Анна Москвичева? Расскажу буквально через пару секунд. Просто какой-то стилист-ревизор, честное слово. Да-да-да, именно так. Главный инспектор по емам нашего города вместе с своим верным спутником. В общем, Ань, тебе слово, мы вернемся после выпуска новостей в эту студию вместе с гостем. Не переключайтесь. Сразу после новостей в утреннем шоу «Автопилот». Как научиться кататься на скейтборде? Какая погода ожидает саратовцев сегодня? И сколько времени потребовалось, чтобы построить огромную плавучую рампу? Летняя смена началась. Летим на отдых с саратовскими авиалиниями. Прямые авиарейсы из Саратова в Сочи, Анапу, Симферополь и Геленджик. saratovairlines.ru Полным отказом в удовлетворении исковых требований скандально известного предпринимателя Аркадия Евстафьева к нашему телеканалу завершило заседание Волжского районного суда. Напомним, разбирательство было инициировано бизнесменом после выхода в одном из наших информационных выпусков материала под названием «СМИ» из медиапула Аркадия Евстафьева опубликовала новость с антироссийским оттенком. Отправной точкой для него стала размещенная заметка на одном из подконтрольных Евстафьевью медиаресурсов. В ней говорилось о том, что новая американская власть ожидает от российского правительства возвращения Крыма. По мнению редакции телеканала «Саратов-24», озвученные позиции американского руководства входило в явное противоречие с геополитическими интересами России и не нуждалось в дальнейшем распространении. Авторы видеоматериала также указали на проблемы, которые испытывала компания «Саравия», тоже относимые к числу активов господина Евстафьева. В связи с этим было высказано мнение о том, что олигарху стоило больше заниматься делами своих бизнес-структур, особенно когда от их работы зависит безопасность пассажиров, вместо того, чтобы пиарить иностранных политиков и их недружественные провокационные выпады в адрес России. Именно эта заключительная часть материала стала главным предметом борьбы сторон. Представители Евстафьева пытались оспорить результаты лингвистических экспертиз авторитетных специалистов и доказать, что высказанное мнение авторов на самом деле было утверждением, которое порочит деловую репутацию предпринимателя. Адвокаты Саратов-24 настаивали на том, что в рамках свободы слова журналист имеет право иметь и высказывать свое мнение и делать логические выводы, исходя из имеющейся в открытом доступе информации. Суд согласился с этой позицией и отказал Евстафьеву в удовлетворении его требований. У нас в Конституции затреплено, что каждый вправе выражать свое мнение. ИСОМ предъявлено настоящее исковое заявление. И в данном исковом заявлении требовалось опровержение мнения. Для меня это было весьма удивительно. То есть человек или же редакция выразил свое мнение и выясняется, что это мнение еще почему-то нужно опровергать. Мы полагаем, что судом дана надлежащая оценка представленного дела доказательства. Мы ознакомились с выводами эксперта. И в целом мы их изучили. Увидели, что выводы мотивированы, выводы последовательны. Все вопросы, поставленные судом в определении, нашли свое отражение в заключении. По мнению наблюдателей и некоторых участников процесса, целью иска Евстафьева было создать скандальную шумиху вокруг этого процесса. Тем не менее, законные представители бизнес-магната намерены обжаловать решение районного суда высшестоящей инстанции. Воспитанники одного из дошкольных учреждений Саратова оказались на больничной койке с подозрением на менингит. Как сообщили медики, у троих детей диагноз уже подтвержден. Детский сад, который посещали заболевшие, сейчас закрыт на профилактику. Насколько оказалось, запущена ситуация с очагом заболевания, выяснял Станислав Жижин. Четырехлетняя Рита под наблюдением врачей. Даже идет на поправку. Появился аппетит и желание покинуть палату. Но с диагнозом менингит на больничной койке ей придется пролежать еще как минимум две недели. На скорое улучшение самочувствия мама Риты Татьяны еще несколько дней назад, не надеялась. Начала болеть голова, рвота не было. Высокая температура не сбивалась. И я, конечно, слышала про менингит, про страшные заболевания, я заподозрила. Вечером в пятницу приехали сюда, началась рвота, начались уже какое-то предсудорожное такое состояние. И вот здесь, спасибо врачам, квалифицированным быстро очень предположили менингит, сделали пункцию. К сожалению, подтвердилось все. Ребенку в первые сутки было все хуже, хуже. За три дня, по словам врачей, на соседних койках в палате с таким же диагнозом и из того же садика оказались сразу несколько детей. Симптомы у всех одинаковые. Головные боли, рвота, острая реакция на яркий свет. Начиная с 16 июня, где-то приблизительно с 6 вечера, к нам обратилось из одного дошкольного учреждения 5 человек. Трое из них госпитализированы с диагнозом менингит, двое с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. На данный момент состояние всех детей стабильное, проведены все необходимые диагностические исследования и проводится лечение согласно стандартным оказаниям медицинской помощи детям. Первый случай менингита среди воспитанников, по словам родителей и медиков, произошел 15 июня. Однако и в пятницу, и затем в понедельник двери садика открылись, как ни в чем не бывало, говорят родители. Карантин администрация учреждения не объявляла. На другой день, мы же друг другу созвонимся, родители. На другой день, как выяснилось, садик принимает детишек. Заведующий говорит, вы не волнуйтесь, летняя инфекция, которая сопровождается тошнотой. Типа ничего страшного. Действия руководства дошкольного учреждения, говорят в комитете образования, регламентированы. Должна основной инструкции закрыть садик на карантин заведующая самостоятельно не имеет права. Решение о закрытии образовательного учреждения на карантин не принимает администрация образовательного учреждения. Оно может быть только по предписанию Роспотребнадзора. Все наши внеочередные каникулы, все наши профилактические мероприятия, они всегда в тесном взаимодействии со здравоохранением. То есть это предписание обязательно Роспотребнадзора. Выносить подобное предписание, по словам представителей надзорного ведомства, преждевременно до сих пор не ясна и теология, то есть происхождение и природа заболевания. Но профилактика в садике уже проведена. В первую очередь это проведен осмотр всех детей контактных, как на дому, в детском учреждении и сотрудников данного учреждения. В медицинской службе организовано медицинское наблюдение в течение 20 дней за всеми контактными с ежедневным осмотром. Кроме того, проведен отбор проб внешней среды, которые в настоящее время находятся в работе. И проведена заключительная дезинфекция силами организации дезинфекционного профиля. Не на карантин, но для профилактики детский сад закрыли, но всего на один день. Уже завтра двери дошкольного учреждения вновь откроются для маленьких посетителей, при том, что лабораторные анализы еще не готовы. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. Результаты лабораторных исследований анализов, взятых сотрудниками Роспотребнадзора в дошкольном учреждении у воспитанников и сотрудников, станут известны уже в ближайшие дни. Исходя из данной экспертизы, можно будет говорить о природе опасного заболевания и мерах профилактики в городских учреждениях. Мы будем следить за развитием ситуации. Число регионов с высоким риском не завершить вовремя программа переселения из аварийного жилья попала Саратовская область. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на данные фонда ЖКХ. По информации, трудности с исполнением программы в срок наблюдаются в Амурской, Ивановской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Карелии, Туве и Забайкарском крае. В списке тех, кто выполнил программу свыше чем на 80% оказались 24 региона. Меньше чем этот показатель зафиксирован в 36 субъектах России. Вопрос переселения из аварийного жилья в Саратовской области находится под личным контролем в Рио губернатор Валерия Радаева. Регион должен до 1 сентября этого года переселить больше 5000 человек. В Саратове задержан подозреваемый в краже канализационных люков. В Кировском районе оперативникам удалось остановить автолюбителя, у которого в машине обнаружили две железные крышки. Подозреваемым оказался 19-летний парень. Он пояснил, что похищенный собирался сдать металлолом. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники не исключают, что задержанный может быть причастен к другим аналогичным противоправным действиям. Розовый фламинго снова на улицах города. На этот раз саратовский стилист Анна Москвичева вместе с фотографом оказались на улице Чернышевского, 125. Жители этого дома написали девушке с просьбой помочь разрешить их проблему. По словам людей, в январе этого года часть тротуара провалилась, посередине образовалась глубокая яма. Однако, несмотря на обращение жильцов в управляющую компанию, реакция не последовала. Более того, по словам людей, яму оградили лишь месяц назад. Анна решила помочь и организовала фотосессию возле обвала. Ну а чтобы снимки получались разные, кроме фламинго, девушка решила использовать еще один элемент – шезлонг. Ну это давно, кстати, это не первый раз проявляется здесь яма. Она обычно обвалилась много лет назад. Какое-то место, видимо, коллектор здесь проходит, и поэтому такая ситуация. Ну вот сейчас к праздникам приукрасили ее. Кстати, да, это наверняка было до 1 мая, потому что к праздникам вот оградили хотя бы вот этой сеткой красной. Я думаю, что люди решили, может быть, таким способом, опять же, написав мне, да, да. То есть в прошлый раз получилось у нас с ямой на Малой Горной, получилось так, что ее все-таки в эту же ночь как бы засыпали, да, и теперь там есть асфальтное покрытие. Вот, надеюсь, и с этой ямой будет такая же история. Напомню, что такие фотосессии Анны Москвичевой вместе со Светланой Варфоломеевой организовали в нескольких проблемных точках города. Так, после фотосета на фоне обвала на Малой Горной яму заделывали в ту же ночь. По словам девушек, они не намерены останавливаться по просьбам горожан. Анна и Светлана планируют организовать фотосессию на улице Батавина в Ленинском районе. А прямо сейчас мы расскажем вам о курсе валют от Газнефтьбанка. Курс валют представляет АО «Газнефтьбанк». Покупка евро сегодня в Газнефтьбанке в 65 рублей 50 копеек. Продажа 67 рублей ровно. Доллар Газнефтьбанк покупает за 58 рублей 60 копеек. Продает за 59 рублей 90 копеек. Курс валют действует на данное время. В течение дня курс может изменяться. Телефон в Саратове 34 00 41. И к этому часу у меня все. Встретимся уже в начале следующего. Коллеги, передаю слово вам. Спасибо большое. Друзья, вы, может быть, не в курсе, но Анна Антонова из студии обычно выезжает на скейте. И сейчас мы продолжим как раз таки тему скейтбординга. Правда, Анна, прости, не с тобой, а с Владом Аряновым. Через секунду он будет в нашей студии. Я выезжаю из кадра. Смотрите далее в утреннем шоу «Автопилот». Как научиться кататься на скейтборде? Какая погода ожидает саратовцев сегодня? И сколько времени потребовалось, чтобы построить огромную плавучую рампу? Доброе утро всем тем, кто включил 21-ю кнопку своего телевизора. Телеканал «Саратов-24», утреннее шоу «Автопилот». И важные темы обсуждаем мы сегодня в этой студии. Сегодня во всем мире отмечается день скейтбординга. Это направление очень популярно в последнее время. В прошлом году скейтбординг включили в программу летних олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2020 году. Как научиться кататься на скейте? И развит ли скейтбординг в Саратове? Расскажет сегодня наш гость, скейтбордист Владислав Арянов. Он уже на желтых диванах вместе с Лиманом Амедовым. Привет! Привет, привет! Ну, мы, во-первых, тебя поздравляем с этим праздником. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, сложный ли это вид спорта и, конечно же, как на нем научиться кататься. Ну, расскажи вообще, в принципе, свою историю. Ну, как вид спорта, я не знаю, как, в принципе, все виды спорта, каждый спорт, он как бы сложный. Просто, опять же, все зависит от желания, любви к этому виду спорта. Ну, не знаю, все зависит от желания, наверное, скорее всего. Ну, сколько вот ты вставал на доску, скажем так, если ты можешь так назвать? Не знаю, почитать сложно, конечно, но уже 14 лет, наверное, катаюсь. А учился долго? Учился. Ну, опять же, все зависит от желания. У меня просто было большое, просто многогранное желание это научиться, не знаю, достичь чего-то. Опять же, просто, не знаю, кайфовать от перемещения на скейт или там прыжков и так далее. Это хобби, в принципе, свое же или это все-таки профессиональная деятельность? Ну, не знаю, сложно назвать, конечно, хобби, это, наверное, уже больше как стиль жизни и как-то так. Влад, сколько досок ты испортил? Много. Ну, почти, например, сотни, миллион, тысячи. Ну, мне кажется, по тысячу уже пришло. Серьезно, тысяча досок сломано под твоими ногами на различных трухах? Ну, я думаю, да. Я просто в шоке, неужели такое количество? Нужно ли тысячу досок сломать для того, чтобы попасть на Олимпийские игры в Токио, как ты думаешь? Да я думаю, да. Не, если у тебя есть все к тому, чтобы не ломать доски, а как бы развивать себя, да, то почему бы и нет? Окей. Ты обрадовался, когда узнал, что в Токио будут на Олимпийских играх летних представлены скейтбордисты? Ну, на самом деле, 50-50, потому что, как скейтборд, я не считаю, что это вид спорта какой-то, это, наверное, как образ жизни, стиль жизни. А с другой стороны, то, что это будет хоть как-то развиваться, опять же, там, в той же самой России, то, что будут строить скейтплощадки. Появить инфраструктуру. Какие-то площадки, да, да. А ты сам участвовал в каких-то чемпионатах? Ну, самые большие мои соревнования были в Сникерсурбане в Лугограде. Я бы, конечно, не сказал, потому что это прям мега большие соревнования, но я там как раз занял второе место. Ну, поздравляю. И как бы для меня, на самом деле, такой, типа, был шажок небольшой. Ну, а вот скажи, в России столько же проходит подобных соревнований, как и за рубежом? Или мы сильно отстаем пока от общей мировой тенденции развития скейтбординга? Ну, на самом деле, в Москве и в Питере проходят соревнования. И проходят иногда даже хорошие соревнования. То есть с большим призовым фондом денежным. Ну, так, типа, раз на раз не приходится, но иногда бывает. Да, да, да. Но, как бы, если сравнивать, опять же, с регионами, с периферией, конечно, в Москве это все более развито. И много всяких крутых чуваков, скейтеров и так далее. Ну, у нас тоже есть крутого чувака прямо при этом. И он сейчас расскажет о том, какие чемпионаты проходят в Саратове. Проходят ли они вообще? Может быть, какие-то любительские? Ну, последние года, конечно, трудно сказать, потому что их очень много. Я бы сказал, что их вообще и нет. И, наверное, опять же, все на энтузиазме делается, опять же, там, благодаря, там, моим друзьям, мне. То есть проходят какие-то небольшие контесты, которые, как бы, можно там поучаствовать, показать себя, опять же. А так, раньше, конечно, было их, ну, очень много. Влад, скажи, как обстоят дела с рампой, которая появилась в нашем городе в городские выходные? Да, в принципе, хорошо. Поживает все отлично, да? Я очень рад, я отдаю большой респект городским выходным, потому что, если бы ни они, то, как бы, рампы бы и не было, в принципе. Ну, и, конечно, большой респект моим друзьям, команде моей, которые помогали строить эту рампу. Витя Сергееву и Андрею Морозову. Без них бы ты, наверное, не справился, да? Ну, да. Ну, просто я к чему, потому что, по-моему, это один, единственный сейчас объект в нашем городе, который заточен под профессиональный скейтбординг. Ну, более или менее качественного уровня. Или есть еще какая-то инфраструктура? Да, 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 можно так сказать, но, допустим, два года назад на новую набережную, где стоит оборудование, где скейтпарк, там есть фигуры, которые, в принципе, делали мы тоже сами. Роллеры там помогали и так далее. В принципе, это их инициатива была. Вот. И, то есть, у нас, по сути, как бы две фигуры более-менее хорошие. Ну, чисто под скейтбординг подходит все-таки вот рамп из городских выходных. Ну, как бы для всех, на самом деле. И роллеры, и бэмэксеры, и, как бы, все могут, да. У меня есть вопрос, который интересует всех, я думаю, кто сейчас смотрит. Вот у нас здесь в студии настоящий скейтборд, давайте я вам покажу. Тут очень такой винтажный уже, опять немного. Сколько ему? Ему? Два месяца сейчас, конечно. Нет, ему месяца даже нет. Месяца нет? За месяц инвентарь приходит в такое состояние? Вот, пожалуйста, смотрите, что через месяц может произойти с вашей доской, если хорошо на ней кататься. А как правильно выбрать скейтборд? Потому что для меня это просто вот четыре колеса и сноуборд. И доска. На самом деле, как бы, скейтборд собирается весь с нуля. Это, как бы, фирменная доска, и все фирменные доски собираются отдельно. То есть, как бы, грипптейп клеится отдельно, дека отдельная, то есть, соответственно, подшипники, колеса и вот траки, подвески. На каком языке говорит этот человек сейчас? Что за слова? Ну, понятно, то есть, тут это все вручную собирается. Да, и то есть, ты сам под себя собираешь, там, не знаю, кто-то любит, допустим, узкие подвески, кто-то широкие. То же самое с колесами, и опять же, там, в плане, если деки, есть широкие, есть узкие, есть там конкейв какой-то определенный, есть какой-то там более пологий, то есть, очень много факторов для выбора. То есть, ты хочешь сказать, что нет смысла покупать готовые решения, которые есть в спортивных магазинах? Нет, если ты начинаешь кататься, как бы, первый год, то, в принципе, там, ты только начинаешь всю вот эту структуру понимать, что к чему и так далее. А потом тоже со временем, как бы, начинаешь это все понимать более углубленно. Ну, а прямо сейчас я хотела предложить тебе посмотреть на наш опрос, который мы провели ВКонтакте, в нашей группе «Саратов 24». Там задали вопрос, достоин ли скейтбординг участия на Олимпийских играх? Вот наш гость говорит о том, что нет, пока что еще... А почему нет? Я так хотела бы посмотреть на это. Я сказал 50-50, потому что, допустим, если это все попадет на Олимпиаду, то, возможно, это все будет развиваться и будут строить больше скейтплощадок, и как бы это все будет дело развивать. Ну, вот смотри, что говорят наши телезрители, да? Вот сразу, как бы, с места в карьер. 42% — абсолютное большинство — говорят, что скейтбординг очень популярен. Интересно будет посмотреть соревнования в таком, ну, этого спорта уже в данном случае на очень высоком уровне. Я думаю, что здесь речь идет о том, в какой экипировке будут выступать спортсмены, как они будут выглядеть, что за доски у них будут. Естественно, должен быть какой-то общий стандарт, наверное, да, к амуниции, чтобы все в равных условиях выступали. 29% телезрителей сказали, не нужен он там, скейтбординг — это слишком молодежная Олимпиада для зрителей всех возрастов, так что подрастем мы еще немножко, чтобы заслужить это право быть на Олимпиаде. 21% сказали, очень зрелищный вид спорта, но все же рановато на Олимпиаду. Это вот те, кто, мне кажется, солидарны с тобой во многом. И 8% сказали, конечно, давно пора было включить в программу. 8% — это, кажется, все скейт-сообщество нашего города, как раз сказано. Нет, ну в любом случае, что только те люди, которые отвечали на вопросы. Ну а, в принципе, есть еще другие люди на улице города, которые ходят. Наш корреспондент решил спросить их, давайте посмотрим. Почему бы и нет, не вижу никаких Ризон Тусей, но это здорово, весело, модно. Молодежно. Хруст досок оглашает улицы большинства городов нашей страны. Красиво, интересно. Я бы сказал смотреть на Олимпиаде этот вид спорта. Ну, я думаю, что, скорее всего, нет, потому что все-таки это Олимпиада, это больше похоже на что-то такое, ну, несерьезное, ну, по крайней мере, для меня. Ну, там много соревновательных моментов. Соревнования по скейтбордингу проходят в Америке, X Games, это зрелищно, почему нет? Ну, сейчас молодежь вообще как бы стремится к таким видам спорта, поэтому я считаю, что, наверное, возможно. По-моему, это здорово. Как раз сейчас только развивается, народ очень это дело уважает, особенно молодежь. Если в современный спорт попал керлинг, то почему бы скейтбординг-то там не быть? Это было мнение наших горожан. Спасибо большое, наш господин. Которые этим утром не забежали в контакт. Да, но мы вас все равно нашли и спросили нужную нам информацию. Спасибо вам большое. Ну, а мы продолжаем. И я слышала, что сейчас Сергей хочет задать какой-то важный вопрос. Да, ну, для начала нужно сказать, что во время просмотра этот вопрос Влад не рассказал. Да, они шарят, а не соображают, что они говорят. Влад, ну, а на самом деле, ты не раз говорил о том, что скейтбординг это определенный образ жизни. Что он включает в себя, ну, в частности, для тебя? Да, я не знаю, но как у обычного человека я тоже работаю. И, опять же, скейтборд это некая такая кнопочка, на которую я нажимаю. И когда я катаюсь, я просто перезагружаюсь. И с обновленными мыслями, с обновленной головой я потом дальше иду работать так же, как и все. То есть, когда мы говорим про образ жизни, мы скорее говорим не про то, что у тебя все крутится вокруг доски. Мы говорим о твоем средстве такой медитации и размышлений. А каждый выбирает сам, да, свой? Конечно, конечно, опять же, там, я не знаю, я смотрю всякие там скейт-видосы, как там, не знаю, как маньяк, там, каждый раз захожу, там, каждый час. Маньяк на скейтборде? Не-не-не, я имею в виду, в районе, да, какие тип маньяк, там, смотрю, как, там, не знаю, вышло там новое видео или нет. То есть, как бы, это тоже, опять же, там, стимул, там, смотришь, как люди катаются. Если ты там, допустим, тоже так же ходишь попробовать, там, научиться и так далее. Кстати, у меня такой вот, наверное, тоже интересный вопрос. Я, когда в последний раз была за границей, я видела, продаются такие детские доски. То есть, дети тоже катаются на этих досках, они учатся на них, правильно, да? Да, да. А это нужно как-то вот, наверное, в трех, там, в четырехлетнем возрасте еще рановато, да? Ну да, с какого возраста ребенка можно ставить на доски? Интересно просто, мне кажется. Честно, вот я вчера буквально смотрел видео в интернете. Там, допустим, все действие происходило в Америке. Есть такой знаменитый спот Голливуд Хай. Это школа в Лос-Анджелесе. И там, допустим, два маленьких ребенка, 8-9 лет, катались по периле через 16 ступеней. Вот это да. И то есть, это 8-9 лет, как бы, это нормально, на самом деле, для такого возраста, вот в плане Америки. И здесь, опять же, как бы встает вопрос, со скольки можно научиться кататься? Они, наверное, катаются уже там с пеленок, уже. И поэтому... Вместо коляски они ездили на скейтборде, уже, мне кажется, с ними подвязывали себя сами. Да, знаете, частая история, когда некоторые роллеры на набережной едут на роликах, а сами коляску перед собой везут. Я думаю, что скоро будет и такое, что вместо коляски скейтеры будут покупать маленькие скейты своим новорожденным, утеплять их как следует и кататься так. Влад, последний вопрос, скажи, у тебя есть фингерборд, как-то так это называется, скейт для пальцев. То, что спасает землю всех скейтеров. Мне кажется, у всех скейтеров, кто катается, не знаю, или катался, у всех был фингерборд. Также были какие-нибудь самодельные фигуры, там, знаешь, коробок и так далее. Когда ты на рабочем столе, в обеденный перерыв, ставишь указательный большой палец на скейт, и начинаешь разъезжать по столу. Я помню, у меня вообще было так, что я там чуть ли не всю школу заразил, когда у меня появился первый фингерборд, и, то есть, там, по НЛ-классу точно трябичали на задних партах, что там учителя ругались, и убери свою тележку, все дела. А где ты катаешься зимой? Как ты оттачиваешься в мастерство в холодное время года? Дома, в приставке. А я только представил себе лестничный пролет в 15 ступеней. На самом деле, как бы, если есть возможность покататься в какое-нибудь помещение, в теплом, то, конечно, я первым делом иду туда. Ну, то есть, если вас не выгоняет с парковки торгового центра, гоняйте там зимой, а летом на улицах нашего города. У нас в гостях сегодня был скейтбордист Владислав Арянов. Спасибо тебе большое. Спасибо. Середина недели, доброе утро, мы в прямом эфире. 21 июня вся информация была изложена прямо для вас, чтобы не забывали, потому что еще нет 9 утра, вы, наверное, еще просыпаетесь. Ну, а если проснулись и собираетесь на работу, то Сергей Гришинов подскажет, как это сделать быстрее, и расскажет о парковках. В том числе. В том числе. Спасибо большое, Леван. Можно я в твоем же духе? Пробки Яндекс, загруженность дороги, автомобили, бип-бип, клаксон, водитель. Итак, посмотрим с вами, где и какие пробки собрались к этой минуте. На самом деле Яндекс подсказывает нам, что загруженность дорог всего лишь 3 балла. Выезд из заводского района. Стороны проспекта энтузиастов и Новоастраханского шоссе практически свободен. Есть несколько участков, на которых скорость снизится до 20 км в час. На Чернышевского на первых метрах, километрах скорость потока не превышает 10 км в час. Это связано просто с большим потоком автомобилей, которые мечтают пробраться на предмостовую площадь и в центр города. Также снижение скорости на Чернышевского замечено неподалеку от улицы Радищева. Ну и на самой предмостовой 20-25 км в час в одном и в другом направлении. Мост Саратов-Энгельс едет без проблем, как в одну, так и в другую сторону. А вот леса заводская из Энгельса едет максимально со скоростью 20 км в час. И есть какое-то предупреждение неподалеку от съезда на мост со стороны Энгельса. Вполне возможно, там идут ремонтные работы, либо произойдет, происходит что-то неизвестное нам пока. Но поживем, увидим, совсем скоро все станет ясно. Следите за картами. Сломался в правом ряду кто-то, будет пробка. ТАСС, это ГАЗ, наверное, сломался ГАЗ. В правом ряду будет пробка, поясняют нам автолюбители. Выезд из юбилейного поселка Усть-Курдюмское шоссе 20 км в час после пересечения с прудовой вплоть до кольца строительного рынка. На Вашино танкистов здесь, как обычно, пробка. Причем по Навашино пробка выстраивается уже вплоть до первой дачной. Желтым цветом окрашена основная часть дороги. Ну и на пересечении с танкистов красный, значит, скорость потока не более 10 км. Выезд из Ленинского района со стороны проспекта строителей 50 лет октября пока свободны. Даже Шухурдина едет без проблем вплоть до студенческого городка. Потом 20 км в час до Соколовой. 50 лет октября без проблем до первой дачной. На Стрелке начинается пробка. На Стрелке же она и закончится. Но только Стрелка, такой серьезный участок 50 лет октября. Обратим внимание с вами на улицу Соколовую. Здесь буквально после Шухурдина начинается пробка, которая выстраивается вплоть до танкистов. Ехать придется не быстро. Максимальная скорость движения составит 10-15 км в час. Кстати, по танкистам аналогичная история. Ну и далее Астраханская. Буквально после улицы Большая Горная вплоть до Большой Казачий едет с большим-большим трудом. Если кто-то знает, почему на Астраханской и Кутиково на картах есть Человек-паук, напишите нам, пожалуйста, сообщение. Он второй день. Друзья, второй день. Еще крупнее карту сделайте, чтобы мы его увидели. Вот. Это Человек-паук. Знакомьтесь. Он каким-то образом появляется на Яндекс.Картах, что-то нам намекая. Явно какая-то интрига здесь скрывается. Ну что ж, еще о некоторых дорожных происшествиях, которые произошли к этой минуте. Между Раховой и Чапаевой на Московской произошла авария. Вполне возможно, что скоро здесь соберется большая пробка. И пересечение Киселева и Вольская на этом перекрестке тоже пробка. Все, что находится за стадионом Локомотив, а именно Большая Садовая и улица Ямлютина, едут со скоростью 10 км в час максимум. О пробках все. Далее о погоде, Лиман. Ну а что ж с парковкой ты ничего не сказал? Наверное, уже все, места занимают. А третий класс на пиджаке Сергей подсказывает мне, что сегодня в Саратове крозовое предупреждение. Между прочим, поэтому будьте готовы, берите с собой зонтики. Это мои маленькие болтухи, которые нас предупреждают в погоде. И потеплее, наверное, все-таки стоит обуться, потому что по лужам ходить в сланцах не советую. Можете заболеть. Итак, переменная облачность в Саратове и Энгельсе. Ветер южный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление 748 метров ртутного столба. Днем температура составит 26 градусов Цельсия, ночью до 14. Все хорошо. Прокладные июньские ночи. Все как мы любим. Да. И жаркие июньские дни. Да, да, да. Надеемся, что гроза вас тоже сильно не напугала, и вы не измените свои планы на сегодняшний день. Ну и сейчас, если вы находитесь около своего шкафа, выбирайте вещи, в которых вам необходимо будет отправиться сегодня на работу, на деловую встречу. Может быть, на утреннее свидание или на вечерний променад. Будьте готовы к модным советам. Их дает Алина Ковалева в рубрике «Стильные люди». Внимание! Всем привет! С вами стилист Алина Ковалева. Каждый весенний-летний сезон у нас в тренде стиль сафари. Поэтому в этом году расскажу вам о нем еще раз. Мода на стиль сафари не новость. Она возвращается каждую весну с приближением отпускного сезона. В этом году все без изменений. На весенних показах было немало отсылок к мультфильму про Тарзана. Но на сей раз к переосмыслению темы дизайнеры подошли с особой изобретательностью. Сафари в этом сезоне получился совсем не топорным. Многочисленные карманы, шуршащая холщовая ткань, лен, шнурки, застежки и грубые брюки сошлись с романтичными драпировками, стройными рядами пуговиц в стиле ретро, романтичными блузками и даже корсетами. Женственность на багги, одним словом. Стелла Маккартни скрестила брюки-бананы с плащ-палаткой. Марьям Насир Заде раскрыла льняную тему. Ее платья и костюмы будут незаменимы жарким летом. Стиль сафари особенно такой женственный. Прекрасный дневной дресс-код. Начинайте носить его прямо сейчас, и лето станет еще ближе. Носить эти вещи мятами особый шик. Так что пропитывайтесь летним настроением и идите по магазинам. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. Так, ну я в тренде. Сегодня я... кто я? Кто-то из семейства полосатых. Сегодня ты стиль сафари, это точно. И тебе очень идет. Надеемся, что вы, друзья, задумайтесь о своем гардеробе и сделайте так, чтобы в нашем городе было больше людей, с которых хочется брать пример. Да. Ну а прямо сейчас Мария Билат уже подготовила свой гороскоп для... Да она же вот стучит к нам в дверь. ...для горожан, и мы узнаем, что же нас сегодня ждет. Заходите. Давайте посмотрим. Так, тихо на цыпочках. Идемте, Мария. Мужчина-рак, женщина-рыба. Две чувствительные и исключительно творческие натуры. Она с ним находит признание и достигает своих целей. Он с ней может преодолеть собственные ограничения в любых сферах. Доброе утро. С вами астропсихолог Мария Билат. И пусть рядом с вами всегда будет человек, благодаря которому ваша вера в себя станет безгранична. Сегодня солнце с Меркурием находится в знаке рака. А это значит, что любое проявление собственной индивидуальности и ментальная деятельность очень сильно зависит от вашего настроения. И мы склонны излишне эмоционально реагировать на происходящее. Овен. Старайтесь во всем дойти до самой сути и спокойно решать любые проблемы. Телец. Хороший день для сложных переговоров и участия в дебатах. Ваше красноречие поможет добиться успеха. Близнецы. Стремитесь больше служить и не высказывать свое мнение. Займите позицию наблюдателя. Рак. Стремление к абсолютному лидерству будет двигать вас к карьерному развитию. Лев. Ваше профессиональное образование будет хорошей инвестицией. Дева. Ваша личная жизнь потребует от вас расстановки приоритетов и прояснения деталей. Весы. Желание поменять все вокруг себя будет нарастать и создавать положительный фон для вашего настроения. Скорпион. День полный неожиданных поворотов и изменения в ваших планах. Примите это как данность. Стрелец. Вы легко разберетесь в сложных вопросах и быстро найдете нужное решение. Козерог. Высокая нагрузка на работе будет казаться вам чем-то непреодолимым. Хотя это совсем не так. Водолей. Советы близких могут быть неточными. И конечные решения принимать придется вам. Рыбы. Установленные деловые контакты начнут давать свои плоды и радовать вас результатами. Если ваша неуверенность мешает вам строить карьеру или личные взаимоотношения, возможно, вы выбираете не те инструменты для реализации. Пишите свой вопрос на мою электронную почту, и вместе мы постараемся разобраться в вашей проблеме. Летняя смена уже началась. Летим на отдых с саратовскими авиалиниями. Прямые авиарейсы из Саратова в Сочи, Анапу, Симферополь и Гилиджик. Купить авиабилет вы можете на сайте авиакомпании. Ну и мы рады приветствовать всех лежебок, всех тех, кто только сейчас просыпается, потягивается в своих мягких кроватках. Друзья, день в том же самом разгаре. Среда, между прочим, 21 июня, практически 9 утра, так что хорош уже, вставайте. Да, имейте совесть, мы тут с 7 утра вместе с вами, мы, это Леман Мамедова. И Сергей Гришнов пытаемся пробудить вас на великие дела. И если наши голоса у вас не будет, то пускай хоть цифры дня этого вас поднимут наконец-то с кровати. 300, 300 часов это цифры сегодняшнего дня. Именно столько потратили скейтбордисты на сознание самой большой плавучей рампы. Вот там вот, вы вдалеке можете ее как раз видеть, она там плавает. Бразильский скейтбордист Боб Брэнквист прокатился на самой большой в мире плавучей рампе посреди озера Тахо в Калифорнии. Идея создать такую необычную рампу возникла у скейтера в 2013 году, когда у него спросили, на какой поверхности он еще не катался, но мечтал бы прокатиться. На создание плавучей рампы он и его команда потратили 300 часов и 7,3 тысячи фунтов. Я правильно сказала? Ну 7,3 тысячи фунтов. Это я к погоде просто. Да, миллиметров ртутного столба. Ртутного столба точно потратил он. Слушайте, мне сложно конвертировать фунты в рубли. Почему? Потому что там евро сейчас, мне кажется. Нет, там фунты сейчас. Ты знаешь, там очень все плохо, потому что если действительно переводить на наши, то получится очень-очень много фунтов. Я к тому, что на Волге есть смысл повторять такой эксперимент или нет? Фунты и тратить. Ладно, друзья, это была цифра дня. Далее будет ролик «Самый большой скейт в мире». Давайте посмотрим. Как он выглядит, зачем он нужен, чего ради его придумали. Смотрите в видеоролике. О, красота. Какая вещь. Такое ощущение, что это все лилипутики. Такая маршрутка из скейтборда. Такая третья дачный политех. Без проблем. Без проблем можно ехать на таком огромном скейтборде. Одному можно посадить кого-то вместе с собой. А можно так девчонку на улице? «Поешь со мной». А там и не одна уместится. Необычно. Я теперь понимаю, зачем придумали эту штуку. Парни просто повыпендриваться хотели. А Тимоти подхватил. Тимоти подхватил. Не одну на этом скейтборде. Надо еще сказать, что это отличное средство передвижения по саратовскому бездорожью. Не городскому, а загородному. Ты просто с кумысной поляны. Вжух. И через Волгу потом перепрыгнул. Раз, и ты в Анисовке. Там же Анисовка? Да. Там Анисовка. Да что бы там ни было. Скинборд – отличное передвижение по городу. Еще и пробки можно миновать. Вообще, на самом деле, ты заметил этот бум городского мини-транспорта? Да, да. Электроскутеры, гироскутеры, обыкновенные самокаты. Электросамокаты. Я недавно видел парня на электросамокате. Просто электросамокат и самокат обычно рядом не стояли. Да пешком в конце концов люди ходят, представляешь? И такое случается. Кроссовки с роликами. Кроссовки с роликами. Чудовищное изобретение человечества. В любом случае, мы продвигаем спорт в массы. Мы всегда за. И сейчас мы подведем итоги предварительного нашего голосования ВКонтакте. Вопрос оял так. Способен ли скейтборд? Я думаю, что он способен. Быть участником Олимпийских игр? Что ответили вы? Более того, Международный Олимпийский комитет уже сказали, что было бы неплохо, чтобы скейтборд стал частью Олимпиады 2020 года в Токио. Вы к этому как относитесь? 41% наших телезрителей, это абсолютное большинство, сказали, что скейтбординг очень популярен. Интересно будет посмотреть за этими соревнованиями на таком высоком уровне. Это почти половина наших зрителей. И мы в том числе. Да. Я с удовольствием посмотрю на парней на скейтборде, что они подтворят. А девушки как классно смотрят на скейтборда. А девушки тоже будут участвовать? Ну, девушки участвуют, если они нос не разбили, то вообще отлично. А так вот. Вообще, в остальных случаях не очень. Мы можем очень ждать в любом случае. 33% говорят, что не нужен. Говорят, скейтбординг это слишком молодежно. Олимпиада для зрителей всех возрастов. Мне кажется, что нет молодежного и немолодежного спорта. Но наши зрители считают по-другому. 19% сказали, что очень зрелищный вид спорта, но все же рановато на Олимпиаду. И 7% сказали, что давно пора включить в программу Олимпийских игр. Что вы ждали столько времени? Сколько можно, в конце концов? Терпели, терпели и не вытерпели. Пора бы. А еще пора сейчас посмотреть эксклюзивное интервью Дмитрия Маликова. Всем можно оставаться у экранов. 0+. Доброго настроения всем зрителям телеканала «Саратов-24» желаю я, Мария Карманова. В эфире проект «Эксклюзив», в рамках которого мы общаемся с яркими, талантливыми и знаменитыми людьми, которые приезжают к нам в город. Сегодня наша беседа с певцом и народным артистом России Дмитрием Маликовым. Дмитрий, добрый день. Рад вас приветствовать на «Саратовской семье». Вы здесь сегодня со спектаклем «Перевернуть игру». И этот спектакль рассказывает молодому поколению о классической музыке. Вот почему именно такая аудитория и почему именно такая тема? Ну, все очень просто объяснить. Дело в том, что я просто, во-первых, являюсь классическим музыкантом по образованию. Я являюсь человеком, который в последние годы много занимается просветительской деятельностью. Поэтому придумался такой спектакль, потому что хочется, чтобы форма была интересной, зрелищной, динамичной, современной. АПТОМОЙ ПОДПИСЫВАЮЩИЕ АПТОМОЙ ПОДПИСЫВАЮЩИЕ Чтобы обращаться к людям молодым, нужно так или иначе с ними говорить на одном языке. Не так давно вы поприсутствовали в проекте «Версус» в качестве члена жюри, да? То есть вы непосредственно всю эту культуру знаете. Дим, что, кто, почему? Тяжеловато, могу сказать. А, спасибо. Тут вспоминают маму Галата часто. Это моя целевая аудитория. Я вот модернист в природе, я люблю все современное. Я не хочу, в силу своего взрослого уже возраста, я просто не хочу, так сказать, оставаться в тех 90-х, 2000-х годах. Я хочу жить сегодня, хочу быть сегодня интересным, актуальным. Я интересуюсь тем, что происходит. Я хожу на выставки, я смотрю современное кино. Я, так сказать, в том числе интересуюсь музыкой сегодня, которая нравится молодежи. Вот, и я пытаюсь в каким-то образом себя в ней найти. Вот, и поэтому эксперименты, вот видите, в этом году несколько экспериментов увенчалось успехом. Потому что большое внимание и большой интерес, и большой ажиотаж собрали эти интервью в Big Russian Boss, у Дудя. Вот, клип с Хованским. Знаешь, Дима, я на свидание позвал, наконец, одну юную даму. Но она зачем-то таскает везде за собой свою нудную маму. Ты не мог бы подстраховать, отвлечь ее хотя бы на пару минут? Да, конечно, без проблем, мой друг. Этим солнечно-весенним днем. Опять эта схема. Ты со мной забудешь обо всем. Было бы в тему. Ведь мы улетаем в облака. Это самое смешное. Пока в моей руке твоя рука. Или что-то другое. Но я бы не путал, так сказать, понятия классический и старомодный. То есть классический – это музыка, которая, когда бы она ни звучала, она всегда будет восприниматься актуально. Да, это уже классика. А вот старомодный – это когда вот так сделаны, такие звуки, такие песни, такие слова, которые просто сейчас звучат арханично. Вот. Я порой бываю самокритично, но просто я готов, так сказать, так устроен вот этот вот жанр, если говорить о поп-музыке, об эстраде, надо постоянно освежаться, надо постоянно делать новые, надо постоянно начинать с чистого листа, как поется. Моя песня. Это бах, между прочим. А вот это, вот это бах, но есть круче. Доктор Дре. Вы говорите о том, что время ускорилось, и, ну лично, на мой взгляд, успех в интернете, он еще более скоротечен, чем, не знаю, например, в шоу-бизнесе в 90-е, да? Ну, гораздо более скоротечен. Энди Ворхол, 15 минут славы. Все, до свидания. Так для чего она? Вот для чего это слава и успех? Ну, во-первых, тщеславие. У всех, у всех, у нас, особенно у артистов, артисты не лишены тщеславия. Каждая из нас стремится к успеху. Каждая из нас стремится к хайпу, как сейчас говорит молодежь. Тут главное, опять же, не зацикливаться на этом. Мы проживаем нашу жизнь, и хочется быть актуальным, хочется творить добро, потому что, когда у тебя есть большой авторитет, там, большие соцсети и так далее, ты можешь помочь кому-то, да, ты можешь что-то сделать полезное и важное и для себя, и для других. Большое вам спасибо. И на этом на сегодня все. Еще больше интервью проекта «Эксклюзив» на нашем сайте saratov24.tv. Меня зовут Мария Карманова. Саратов 24. Не переключайтесь. Дмитрий Мариков уехал, но обещал вернуться со спектаклем, ли с концертом, ли, неважно. Главное, чтобы дать нам интервью в рубрику «Эксклюзив». Ну, а мы спешим с вами попрощаться. Два часа, с 7 до 9 часов утра. Сражались с вашим сном и с нашим, кстати, тоже. Ляман Мамедова. Сергей Гришнов, спасибо, что были с нами. Прямо сейчас будет выпуск новостей. Ну, а мы с вами увидимся уже завтра утром. Аня, передаем тебе слово. Расскажи, пожалуйста, что будет в выпуске новостей. В Саратове обсудили проблемы безопасности общественного транспорта. И оказалось, среди жалоб существует такая, как падение пассажиров в салоне автобуса из-за манеры вождения водителей. А что еще волнует жителей Саратова, расскажу буквально через пару секунд. Спасибо большое. Увидимся завтра. Очередное сообщение об ухудшении погоды. МЧС Саратовской области предупреждает. Во второй половине дня ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы до 20 метров в секунду. Возможно, падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрывы линий электропередач и связи. Будьте осторожны. И к другим темам. Воспитанники одного из дошкольных учреждений Саратова оказались на больничной койке с подозрением на менингит. Как сообщили медики, у троих детей диагноз уже подтвержден. Детский сад, который посещали заболевшие, сейчас закрыт на профилактику. Насколько оказалась запущена ситуация с очагом заболевания, выяснял Станислав Жижин. Четырехлетняя Рита под наблюдением врачей. Даже идет на поправку. Появился аппетит и желание покинуть палату. Но с диагнозом менингит на больничной койке ей придется пролежать еще как минимум две недели. На скорое улучшение самочувствия мама Риты Татьяны еще несколько дней назад не надеялась. Начала болеть голова, рвота не было. Высокая температура не сбивалась. И я, конечно, слышала про менингит, про страшные заболевания, я заподозрила. Вечером в пять минут приехали сюда, началась рвота, начались уже какое-то предсудорожное такое состояние. И вот здесь, спасибо врачам, квалифицированным быстро очень предположили менингит, сделали пункцию. К сожалению, подтвердилось все. Ребенку в первые сутки было все хуже, хуже. За три дня, по словам врачей, на соседних койках в палате с таким же диагнозом и из того же садика оказались сразу несколько детей. Симптомы у всех одинаковые. Головные боли, рвота, острая реакция на яркий свет. Начиная с 16 июня, где-то приблизительно с шести вечера, к нам обратилось из одного дошкольного учреждения пять человек. Трое из них госпитализированы с диагнозом менингит, двое с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция. На данный момент состояние всех детей стабильное, проведены все необходимые диагностические исследования и проводятся лечения согласно стандартным оказаниям медицинской помощи детям. Первый случай менингита среди воспитанников, по словам родителей и медиков, произошел 15 июня. Однако и в пятницу, и затем в понедельник двери садика открылись, как ни в чем не бывало, говорят родители. Карантин администрация учреждения не объявляла. На другой день, мы друг другу созвонимся, родители. На другой день, как выяснилось, садик принимает детишек. Заведующие говорят, вы, не волнуйтесь, летняя инфекция, которая сопровождается тошнотой. Типа ничего страшного. Действия руководства дошкольного учреждения, говорят в комитете образования, регламентированы. Должностной инструкции закрыть садик на карантин заведующая самостоятельно не имеет права. Решение о закрытии образовательного учреждения на карантин не принимает администрация образовательного учреждения. Оно может быть только по предписанию Роспотребнадзора. Все наши внеочередные каникулы, все наши профилактические мероприятия, они всегда в тесном взаимодействии со здравоохранением. То есть это предписание обязательно Роспотребнадзора. Выносить подобное предписание, по словам представителей надзорного ведомства, преждевременно до сих пор не ясна и теология, то есть происхождение и природа заболевания. Но профилактика в садике уже проведена. В первую очередь это проведен осмотр всех детей контактных, как на дому, в детском учреждении и сотрудников данного учреждения. В медицинской службе организовано медицинское наблюдение в течение 20 дней за всеми контактными с ежедневным осмотром. Кроме того, проведен отбор проб внешней среды, которые в настоящее время находятся в работе. И проведена заключительная дезинфекция силами организации дезинфекционного профиля. Не на карантин, но для профилактики. Детский сад закрыли, но всего на один день. Уже завтра двери дошкольного учреждения вновь откроются для маленьких посетителей, при том, что лабораторные анализы еще не готовы. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Результаты лабораторных исследований и анализов, взятых сотрудниками Роспотребнадзора в дошкольном учреждении у воспитанников и сотрудников, станут известны уже в ближайшие дни. Исходя из данных экспертизы, можно будет говорить о природе опасного заболевания и мерах профилактики в городских учреждениях. Мы будем следить за развитием ситуации. Полным отказом в удовлетворении исковых требований скандально известного предпринимателя Аркадия Евстафьева к нашему телеканалу завершилось заседание Волжского районного суда. Напомним, разбирательство было инициировано бизнесменом после выхода в одном из наших информационных выпусков материала под названием «СМИ из медиапула» Аркадия Евстафьева опубликовала новость с антироссийским оттенком. Отправной точкой для него стала заметка на одном из подконтрольных Евстафьевым медиаресурсов. В ней говорилось о том, что новая американская власть ожидает от российского правительства возвращения Крыма. По мнению редакции телеканала «Саратов-24», озвученная позиция американского руководства входила в явное противоречие с геополитическими интересами России и не нуждалась в дальнейшем распространении. Авторы видеоматериала также указали на проблемы, которые испытывала компания «Саравия», тоже относимая к числу активов господина Евстафьева. В связи с этим было высказано мнение о том, что олигарху стоило больше заниматься делами своих бизнес-структур, особенно когда от их работы зависит безопасность пассажиров. Вместо того, чтобы пиарить иностранных политиков и их недружественные провокационные выпады в адрес России. Именно эта заключительная часть материала стала главным предметом борьбы сторон. Представители Евстафьева пытались оспорить результаты лингвистических экспертиз, авторитетных специалистов и доказать, что высказанное мнение авторов на самом деле было утверждением, которое порочит деловую репутацию предпринимателя. Адвокаты «Саратов-24» настаивали на том, что в рамках свободы слова журналист имеет право иметь и высказывать свое мнение и делать логические выводы, исходя из имеющейся в открытом доступе информации. Суд согласился с этой позицией и отказал Евстафьеву в удовлетворении его требований. У нас в присутствии затреплено, что каждый вправе выражать свое мнение. ИСОМ предъявлено настоящее исковое заявление. И в данном исковом заявлении требовалось опровержение мнения. Для меня это было весьма удивительно. То есть человек или же редакция выразил свое мнение и выясняется, что это мнение еще почему-то нужно опровергать. Мы полагаем, что судом дана надлежащая оценка представленного дела доказательства. Мы ознакомились с выводами экспертов. И в целом мы их изучили, увидели, что выводы мотивированы, выводы последовательны. Все вопросы, поставленные судом в определении, нашли свое отражение в заключении. По мнению наблюдателей и некоторых участников процесса, иск, поданный Евстафьевым, имел целью создать скандальную шумиху вокруг этого процесса. Тем не менее, законные представители бизнес-магната намерены обжаловать решение районного суда вышестоящей инстанции. А прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. В число регионов с высоким риском не завершить вовремя программы переселения из аварийного жилья попала Саратовская область. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на данные фонда ЖКХ. По информации, трудности с исполнением программы в срок наблюдаются в Амурской, Ивановской, Саратовской, Тверской, Тульской и Псковской областях, Карелии, Туве и Забайкальском крае. В списке тех, кто выполнил программу свыше чем на 80% оказались 24 региона. Меньше чем этот показатель зафиксирован в 36 субъектах России. Вопрос переселения из аварийного жилья в Саратовской области находится под личным контролем в рио губернатора Валерия Радаева. Регион должен до 1 сентября этого года переселить больше 5000 человек. В вопросах безопасности общественного транспорта и качества пассажирских перевозок в Саратове существует масса проблем, вызывающих многочисленные жалобы жителей. Об этом заявил Валерий Сараев на постоянно действующем совещании. По словам чиновника, горожан чаще всего возмущает хамское отношение водителей к пассажирам, а также недовлетворительное состояние микроавтобусов. После докладов о работе комиссии по безопасности дорожного движения глава города дал свою оценку этой деятельности. По его мнению, в муниципальном учреждении транспортное управление работа выстроена плохо и поручил провести в этой организации проверку с участием общественников. Замечание вызвал и отчет начальника ГИБДД по Саратову Виктора Курушева, который рассказал об участившихся случаях падений пассажиров в салонах автобусов. По мнению главы города, водителей, в машинах которых были и подобные инциденты, нужно привлекать к ответственности. В числе прочего, не обошлись стороной тему отсутствия горячего водоснабжения во многих домах Саратова. По данным городадминистрации, в городе остается 122 дома, в которых эта проблема пока существует. Энергообеспечивающие организации закончили основные работы по опрессовке магистрали трубопроводов и подали теплоносителям на квартирные дома. Однако на сегодняшний день фиксируются массовые жалобы граждан на то, что горячая вода, недостаточной температуры, часто отсутствует циркуляция воды в внутридомовых системах, происходит из-за небрежного отношения к своему обязанности со стороны управляющих компаний. На заседании также наградили победителей конкурса детского рисунка «Раскрась Саратов», который прошел одновременно на разных открытых площадках города в День России. В завершение совещания огласили результаты конкурса среди районов областного центра за май 2017 года. По итогам оценок их деятельности лучшим стал Волжский район, на втором месте заводской район, последнее место у Октябрьского, главе администрации которого Валерий Сараев посоветовал перестраивать работу. В Саратовской области бывшие наркоманы работают в управленческих структурах. Об этом рассказал главный врач областной клинической психиатрической больницы имени Святой Софии. Главный нештатный нарколог региона Александр Паращенко. На брифинге в пресс-центре издания «Комсомольская правда» с Саратов. Правду называть фамилии и другие персональные данные врач не стал. Но при этом заявил, что лично знает людей, которые в Саратове достигли высоких и серьезных постов и должностей, и которые при этом являются бывшими наркоманами. Паращенко также отметил, что мода имеет большое влияние на число наркоманов в стране. Ужасную статистику озвучила и уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Проводили статистику, что 56% мальчиков пробовали отдельные виды наркотиков и 20% девочек пробовали наркотики. То есть, в принципе, это достаточно тревожная цифра. Из этих данных следует, что в нашем регионе, как и вообще в России, каждая пятая девочка и каждый второй мальчик попробовали хотя бы один раз наркотические вещества. В такой статистике усомнились другие участники прифинга. Так, заведующий кафедрой Саратовского областного института развития образования Марина Михайлина поинтересовалась у детского обудсмена. Откуда такие цифры? На что Татьяна Загородняя ответила, что их озвучили в прошлом году на семинаре в Калининграде. Эти слова вызвали еще больше недоумения среди присутствующих, которые посоветовали серьезнее относиться к источнику информации. Так как, по данным и врачей, и сотрудников полиции, сейчас наоборот среди подростков и вообще молодежи просто не модно употреблять наркотики. В моде здоровый образ жизни, хорошая кожа и подтянутое тело. Саратовскому музею МЧС 40. За это время несколько раз менялось его название, но не предназначение рассказывать о людях героической профессии. Обучать население правилам безопасности и действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Круглую дату в музее решили отметить уникальной экскурсии. В ней приняли участие те, кто стоял у истоков его создания. С места событий Полина Попенец. Во дворе первой пожарной части школьникам и студентам показали технику, с помощью которой ликвидируют различные ЧП, а также спасают людей. Ситуации зачастую непредсказуемые, поэтому пожарные спасатели продемонстрировали то, как в считанные минуты можно вытащить человека из горящего здания. Для этого используют спецснаряжение и куб жизни. Время прошло. Для этого норматива приступить. Время пошло. 3, 4, 5, 6, 12, 17, 19, 20, 20. Моевый норматив стал опять. Плюсы. Сегодня мы отправляем 40-летний юбилей нашего музея МЧС России. В 1977 году были заложены основы, но в этом помещении висели только плакаты о пожарной безопасности. Естественно, с годами музей развивался и большую экспозицию сделали в 2007 году. Музей расположен на четвертом этаже регионального управления МЧС. Здесь находится больше полутора тысяч экспонатов. Манекены демонстрируют боевое снаряжение и одежду пожарных разных лет. Но особый интерес у посетителей вызывают электрифицированные диорамы. Перед нами квартира, в которой, уходя, кто-то гладил и не выключил утюг и свет. И вот давайте посмотрим сейчас внимательно, что произойдет в квартире. Дома никого нет. Как правило, в такой ситуации происходит замыкание, гаснет свет. Утюг, казалось бы, отключился, но уже поздно пожар уже начался. Смотрите внимательно. Дым заполняет квартиру. Мы с вами почти ничего не видим. А сейчас дым рассеивается. Перед вами квартира после пожара. Вот такой она стала. В зале музея, которому исполняется 40 лет, прошла экскурсия с участием тех, кто стоял у истоков создания. Впервые пожарно-техническая выставка распахнула свои двери для посетителей 20 июня 1977 года. Уже позднее, в 1995 году, она приобрела статус Центра противопожарной пропаганды и общественных связей. В 2007 году, после серьезной реконструкции, экспозиция Центра была значительно расширена. Появились разделы обо всех основных подразделениях чрезвычайного ведомства по всем направлениям работы. Центр стал называться Музей МЧС. Главные посетители музея – это школьники и студенты. В этих залах за 40 лет побывало больше 600 тысяч человек. И главное, что ребята могут не просто увидеть экспонаты, но еще и научиться спасать людей на деле. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов-24. И на этом у меня все. С вами была Анна Антонова. Следующий выпуск программы «Саратов сегодня» смотрите ровно в полдень. Хорошего вам дня и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...